Трудные места с библейским порталом МАКЗЕГЕТ 9 глава послания к римлянам апостола Павла 3 стих, читаю синодальный перевод, прям даже читать неловко «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти». Павел желал бы быть отлученным от Христа? Нет, ну, конечно, это риторическая фигура, иначе понять невозможно. У Павла это и есть, да, то есть он иногда шокирует прямо своими оборотами речи, чтобы заставить задуматься о чем-то важном. Давайте, может быть, я прочитаю побольше целый абзац, и причем в своем переводе, потому что это немножко более понятно. С начала 9 главы. «Истину, говорю, во Христе не лгой, о том же свидетельствует моя совесть Духе Святом. Велика моя печаль, непрестанно сердечное мучение. Лучше бы отлучен от Христа был я сам вместо братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян. Это их принимает Бог как сыновей. Им даны и славы, и заветы, через них пришел закон, им верено служение, им даны обетования. У них отцы, от них по плоти Христос. И надо всеми Бог благословенный вовеки. Аминь». То есть, смотрите, он говорит, он иудей по происхождению, да, фарисей, кстати, он был очень ревностным фарисеем, пока не обратился ко Христу. И он этого никогда не забывает. Он не говорит, ну все, теперь я христианин, значит, я порвал с иудаизмом, с еврейским народом, который в массе своей Христа не принял. Он говорит, они братья, и я желал бы быть отлученным вместо них. Я настолько их люблю, что готов бы был отдать свое спасение ради их спасения, говорит он. Это, конечно, невозможно, потому что, ну да, можно отдать жизнь за другого человека, там, не знаю, там, на войне заслонить его своей грудью, да, или там принять на себя его вину и быть казненным за его преступление. Но в ситуации, когда спасает вера, Павел об этом пишет постоянно, да, невозможно своей верой спасти другого человека, да, и сказать, вот, Господи, я в тебя верю, но меня не спасай, его спаси, да. Он говорит, я бы хотел это сделать. И он говорит, собственно, все связано с ними, да, то есть закон был дан им, и все связаны с законом славы, обетования, обещания Божьи, да, и они от этого отстранились, не приняв Христа, который пришел как исполнение всего этого, говорит Павел, да, и я хотел бы, чтобы они бы это приняли, даже если я это утрачу, если бы можно было поменяться с ними местами. Да, понятно, что это риторическая фигура, но я бы еще обратил внимание вот на что. Вот отношения между христианами и иудеями, конечно, редко были простыми, назовем это так, и до сих пор, и до сих пор очень много в христианстве, к сожалению, таких настроений, когда все связанное с иудаизмом, с еврейством воспринимается как что-то враждебное, злое, с чем нужно бороться, что нужно там, ну, если не физически уничтожать, слава богу, уж от этого отказались в 20 веке после очень печального опыта, то, по крайней мере, всевозможно отрицать, отказываться от этого. Павел этого не делает. Он не говорит, они негодяи, сволочи, вообще враги, да, он говорит, они братья мои. У них есть все, только они Христа не приняли. Им надо одно дополнить, чтобы обрести полноту своей, собственно говоря, идентичности, своей веры, своей национальной особенности, да, им надо принять Иисуса Христа. Они этого не сделали. И я по этому поводу очень и очень горю их, говорит он, не злюсь, не гневаюсь на них, не считаю их себе врагами. Они для меня братья. Мне кажется, это прекрасный образец. Причем вне зависимости от того, является ли христианин по плоти, да, по своему происхождению, евреям, неевреям, это не важно. Но вот такое отношение, когда с одной стороны он не говорит, а это не важно, да. Христианин, иудеи, кто-то еще, там, верит во Христа, не верит, но лишь бы человек был хороший. Очень частая позиция, она вполне понятна. Он говорит, нет, это очень важно, но не малейшие тени враждебности. Но не зависть, не какое-то отрицание, не что-то еще, а скорбь о том, что они не дополнили вот то, что у них есть, тем, чего им не достает. И горячее желание, чтобы это произошло. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok